Дедушка Рико был пленом у немцев во времена Второй мировой войны. Кроме физического и психологического насилия, он также сидел в карцере. Карцер этот был сделан из деревянного ящика с гвоздями, забитыми спереди и сзади. Пленников помещали в ящик так, что из него торчала лишь их голова. Они должны были стоять там часами напролет. Даже небольшое движение приводило к пронизывающей боли, которую причиняли острые гвозди. Дедушка Рико серьезно относился к заучиванию Писания на протяжении всей войны. Он цитировал про себя 22-й псалом «Господь спас тремой». В то время как он проводил ужасные часы в карцере, он делился надеждой и уверенностью, которую обрел, когда выцарапал эти слова на ящике с помощью своих ногтей. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни». Дедушка Рика использовал это время, чтобы молиться. Другие пленники могли прочитать надпись «Своими пальцами». Они могли ободриться и обратиться к Иисусу. Он молился о том, чтобы надсмотрщики увидели подобие Иисуса в том, как он и другие пленники терпели все с миром, который был превыше всякого разумения в таких вот условиях. Чтобы они шли долиной смертной тени и не боялись, потому что благой и совершенный пастырь был там с ними. Эти слова из 22-го псалма дали надежду и открыли двери свидетельства о спасающей силе Иисуса, как для союзников, так и для врагов. Так почему же 22-й псалом дал такую надежду дедушке Рика? 22-й псалом говорит об овце и пастухе, а также о госте и хозяине дома. И мы часто забываем об этом втором образе. Мы видим два повседневных образа. Господь в роли пастыря, который действительно заботится о своих овцах, и Господь в роли хозяина, который заботится о своем госте. 22-й псалом написан с точки зрения овцы и гостя. Он выражает полное доверие Яхве. Богу в вопросах обеспечения, защиты, водительства. Это псалом о Божьей силе и благодати в любые времена, даже самые темные. Итак, давайте разберемся с ним поподробнее. Нам понадобится помощь, чтобы понять эти образы, потому что овцы и пастухи. Это не то, что можно легко увидеть здесь у нас, в Ванкувере. Но образ пастыря, ухаживающего за овцами, был самым известным на холмах Израиля. Даже сегодня он известен на всех континентах. На самом деле, в мире сейчас около миллиарда овец. Так для чего же овцам нужен пастух? Овцы не особо разбираются в вопросах безопасности. Они будут есть траву, пока не упадут со скалы. Овцы медленно учатся. Овца может запутаться в колючей проволоке, пытаясь пробраться через забор, а затем сделать то же самое на следующий день. Овцы легко теряются. Они славятся тем, что любят куда-то уходить и теряться. Овцы наследуют друг друга. Если одна начинает бежать, все начинают бежать. Если у одной появляется новый айфон, то остальные бегут за ним. По сути, овцам тяжело без постоянной заботы пастуха. Пастух обеспечивает им защиту, пищу и направляет их. Итак, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И снова слово «Господь» написано за главными буквами на английском. Как вы помните, так переводчики указывают на то, что здесь используется имя Бога Яхве. Это имя открывает суть Бога. Корень слова «Яхве» — «Я есмь». Иными словами, он определяет значение существования. Он всегда был, есть и будет. У него нет начала и конца. Все в своем существовании зависит от него. Все творение. Каждое живое существо и каждый человек. Он определяет, что такое истина, красота и благость. Его имя Яхве означает «все это и больше». Давид открыто и без стыда провозглашает. «Яхве мой пастырь». Яхве — пастырь для всех своих людей. Но в этом псалме ударение делает на то, что Яхве — мой пастырь. Пастырь Давида — это необычный пастух. Он провозглашает. «Яхве — мой пастырь». Тот, кто обладал жизнью от начала до конца, любящий, сострадательный, верный, он со мной. Поэтому я не буду нуждаться. Мы видим отсылки к хождению Израиля по пустыне в псалмах. Во Второзаконии мы читаем, что когда народ Израиля ушел из Египта и начал идти по пустыне, то ни в чем не нуждался. Так говорит Писание. «На протяжении всего пути, от начала и до конца, независимо ни от чего, Бог верно восполнял их нужды. Они ни в чем не нуждались». Вы видите, почему дедушка Рика принял силу от 22-го псалма. В Евангелии от Иоанна 10 главе Иисус называет себя добрым пастырем. Когда Он говорит «Я пастырь добрый», то на самом деле Он говорит «Я — Яхве». Мы, последователи Иисуса, являемся полноценными членами Божьей семьи. Мы — сыновья и дочери самого Бога. Мы можем знать, что все, что сказано в этом псалме, что говорится о благости Божьей, применимо к нам лично. Мы можем открыто сказать, вместе с Давидом, «Мой пастырь обеспечивает меня. Я не буду нуждаться». А как Бог обеспечивает нас сегодня? С помощью еды, домов, одежды, отношений, образования, возможностей, силы, советов. Если Иисус, Яхве, не является пастырем в нашей жизни, то кто? Если мы пытаемся сами быть пастырями в жизни, то ощущаем тревогу, беспокойство и неуверенность. Все потому, что мы ограничены. Давид говорит во втором и третьем стихе, «Мой пастырь водит меня на злачные пажицы к тихим водам. Он восстанавливает мою душу». В разуме Давида зеленые пастбища и долины — это место отдыха. Зеленые пастбища — это феномен, который длится лишь некоторое время. Холмы возле Вифлеема, где ходил молодой Давид — это сухое каменистое место, покрытое колючками. Там немного источников воды, и они так же временны. Но зимой и весной поля и даже части пустыни становятся зелеными. В это время овце не нужно долго ходить в поисках пищи и воды. Овца может отдыхать там, где ее оставляет пастух. Давид говорит, «Мой пастырь ведет меня к тихим водам». На иврите — это воды покоя. Это источники, из которых овца может пить не спеша. Образы пастбища и источников говорят о заботе Божьей. Давид говорит, «Мой пастырь дает мне отдохнуть». Он ведет меня, восстанавливает меня. Его забота не временна. Она постоянно и избыточна. Он дает мне новую жизнь и силу. Опять же, возвращаясь к пути Израиля по пустыне, мы видим, что Яхве вел народ Израиля к местам отдыха в пустыне, оазисам, где была еда и вода. Давид, будучи молодым пастухом, знал, каково это — везти своих овец на зеленые луга и к тихим водам. Во время своего пути с Богом, Яхве, он пережил на себе пастушью руку Яхве, доброго пастыря. Точно так же Яхве ведет нас на злачные пажицы к тихим водам. Иисус, добрый пастырь, предлагает нам отдых и восстановление. Он говорит, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Тот, кто следует за Иисусом, получает любовь без меры, радость, мир, который превыше всякого разумения». Иисус говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за Мною». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. «К чему Иисус, пастырь добрый, призывает нас? Он говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». А также Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 и 29 стихи. «Иисус, Яхве, приглашает нас к себе». Он не говорит, «Придите к религии, к церкви, к духовности». Он говорит, «Придите ко мне». Это личное приглашение. А кто мы? Мы уставшие, обремененные. Иисус использует там время, которое явно говорит о том, что Он имеет в виду. «Придите ко мне все, кто перегрузил себя бременами». Наша чрезмерная усталость – это плод наших рук. Иисус предлагает покой и исцеление нашим душам. Иисус говорит, «Я дам вам отдых». «Я сделаю так, чтобы вы легли. Я поведу вас к тихим водам. Я восстановлю вашу душу. Я дам вам покой в мыслях, ваших вопросах и сомнениях. В вашей эмоциональной жизни, тревогах, страхах, переживаниях, вашей воле, ваших повседневных решениях и выборах. Но вы должны прийти ко мне». Каков Иисус? Добрый пастырь. Он говорит, что Он нежен и смирен. Он нетребовательный, жестокий, манипулятивный, хитрый, переменчивый, обманчивый. Не забывайте, что Он – Яхве. Он определяет, что значит быть истинным, хорошим и любящим. Так в чем вы сомневаетесь? Каковы ожидания и разочарования, которые давят на вас? Иисус говорит, «Приходите ко мне, и Я приведу вас в присутствие Отца. Я дам вам отдых». Я сниму с вас бремена и понесу их за вас. Научитесь у меня. Доверьтесь мне. И Давид открыто и без стыда говорит, «Мой пастырь – мое место покоя». Можем ли мы сказать то же самое? Настоящий покой в жизни можно найти рядом с добрым пастырем. Как нам найти наш путь к этим местам покоя? 22 Псалом 3 стих «Направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох – они успокаивают меня». Яхве направляет нас путями правды, то есть верным путем. Яхве ведет нас прямым путем, который приводит нас к нашему месту назначения. Он не ведет нас кривыми путями, в которых нет цели. Он не истощает нас напрасно. Он ведет нас к жизни и к благословениям ради имени своего. А что это означает? Это означает, что Иисус соответствует своему имени, себе, своему характеру. Будучи нашим добрым пастырем, Иисус направляет нас заботиться о нас, дает нам покой. Он пришел, чтобы мы имели жизнь с избытком. Он благость, любовь, милость, справедливость. Это все, что нам нужно. Когда мы идем темными долинами жизни, наша уверенность в Иисусе, нашем пастыре, проходит испытание. Не забывайте, что в Израиле, когда пастырь ввел овец к воде и еде, овцам приходилось проходить через глубокие русла. Это были высохшие русла, которые расходились по холмам благодаря зимним дождям. Но каньона скрывалось с глубокой тени, потому что стены блокировали солнце. Зеленые пастбище и тихие воды казались очень далекими. Там часто стояла гнетущая жара. В некоторых пустынных долинах света почти нет. Так что овца не знает, что ее ждет. Обрыв, дикий зверь. В глубокой долине вы не знаете, что прячутся в тени. Но иногда путь, который ведет нас долинами с глубокими тенями, это правильный путь. Давид использует этот образ в четвертом стихе. Хоть у него и бывают моменты кромешной тьмы, он не убоится зла. А почему? Потому что Бог с ним, корень имени Яхве, я есть, говорит, я буду с тобой. Яхве обязан быть таким ради имени своего. Он верен всем своим овцам, даже в темных долинах. Давид открыто говорит в 22-м псалме. «Мой пастырь Яхве, он мой путеводитель». Иногда путь может казаться кривым, опасным, темным, но с точки зрения пастуха путь остается прямым. Независимо от условий или времен, Яхве осторожно ведет меня к зеленым пастбищам и тихой воде, к жизни и благословению. Вы заметили перемену в местоимениях в четвертом стихе? Давид переходит с провозглашения вещей о других к прямому обращению к пастуху. «Ты со мной». А затем он продолжает. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Пастухи использовали посох, чтобы направлять овец по верному пути? Жезл — это такая палка, которую пастухи использовали для того, чтобы защищаться от диких животных. Их использовали для того, чтобы защитить овец, прежде всего, от опасности. Давид знал, что это такое. Вот что он сказал царю Саулу перед битвой с Голиафом. «Раб твой пас овец у отца своего». «И когда, бывало, приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умерщвлял его. «И льва, и медведи, обоих убивал раб твой». Эти слова записаны в Первой книге Царств, 17 главе. Давид получает утешение от личного присутствия Бога и его постоянного бдения. Он открыто заявляет, «Мой пастырь Яхве, он мой защитник». Даже во время нестабильности и опасности, в карцере, даже в самых темных долинах, дедушка Рика знал, что Иисус был его местом отдыха, обеспечителем, путеводителем, защитником. Где-то год назад у Рика, старейшины нашей церкви, диагностировали АЛС. Рик ощутил на себе последствия этой тяжелой болезни. Но он не забыл 22-й псалом. В его долине смертной тени Иисус является для него добрым пастырем. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. В пятом стихе Давид обращается к Яхве. В этот раз метафора меняется. Вы заметили это? Пятый стих говорит, «Ты приготовил предо мною трапезу». Ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, и чаша моя преисполнена. Так, благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни. Фразы о столе, о помазании головы елеем, о переполненной чаше и о пребывании в Господнем доме говорят о том, что Давид — почетный гость Яхве. Давид находится за столом, и он говорит, «Яхве, мой господин, я сижу за роскошным столом Яхве». В древнем Израиле, прежде чем войти в банкетный зал, хозяин проявлял почтение гостю, помазывая его голову елеем. Елей делался из оливкового масла с помощью добавления духов. Переполненная чашем символизирует чедрость и гостеприимство хозяина. Чашу наполняют для того, чтобы сказать, «Пожалуйста, останься немного дольше». «Почему бы тебе не побыть подольше?» Гостя пригласили прийти под защиту и заботу хозяина. Эти откровения древнего мира напоминают мне о моих визитах в Египет, где хозяева дома, бедные, богатые, почитали меня и других лучшими блюдами. На столе всегда было множество овощей и фруктов, мяса. Обычная семья ждала в соседней комнате, пока гости найдятся, прежде чем они сами придут ко столу. Пир Давида за столом говорит о дружбе с Богом. Он говорит о покое в Божьем присутствии каждый день. Он получает от него защиту и обеспечение за Божьим столом. Только послушайте, что говорится в 35-м псалме. «Как драгоценно милость твоя, Божья! Сыны человеческие в тени крыл твоих покойны, насыщаются от ука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их, ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет». Еще раз посмотрите на путь Израиля, когда они шли через пустыню. Враги пытались заблокировать их, они угрожали им и нападали на них. И 77-й псалом говорит, что Яхве накрыл стол в пустыне для народа. Яхве показал свою любовь среди жизненных трудностей. Давид, сидя за чудесным столом Божиим, говорит, «Мои проблемы и страхи отходят на задний план, когда я принимаю избыток Божьего гостеприимства. Мой хозяин Яхве, он мой друг, он знает меня лично. Моя близость с Богом проявляется в течение жизни со смесью радости и боли, здоровья и болезни, обеспечения и нужды, общения и одиночества. Ведь Яхве, мой верный друг». В 6-м стихе Давид говорит, «Меня могут окружать враги, которые хотят уничтожить меня». Но важнее то, что всюду и всегда Божья благость и милость сопровождают меня так же, как Его верность и любовь. Они – мои верные компаньоны. Я не только сижу, как почетный гость за столом Яхве, но также ожидаю, что буду жить в доме Яхве во все дни моей жизни. Я буду в доме Яхве, в его присутствии, каждый день своей жизни на земле, хорошие и плохие дни. Яхве – мой хозяин, моя жизнь и смерть. Это дверь к тому, чтобы вечно жить в доме Божьем. Мы снова видим имя Яхве. Яхве – начало и конец. Его имя начинает Псалом и заканчивает его. Жизнь нужно проживать под его заботой. От начала жизни до того дня, когда исполнятся слова из Откровения. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их. Это седьмая глава Откровения. И также сказано «Возрадуемся, и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Это девятнадцатая глава той же книги Откровения. На брачном пире Иисуса и Его невесты будет, как говорится, в пятнадцатом Псалме полнота радости и вечное блаженство. Больше никаких мужд, страха и слез. 17 лет назад моя жена Джуди готовилась к операции в больнице Альберта Эйнштейна в Бразилии. У нее во второй раз диагностировали рак. Почти за год до операции она размышляла над 22-м псалмом, борясь с последствиями жизни с болезнью под названием рак. Господь Яхве, что это означает, пастырь мой? Что это означает? Что значит тот факт, что Иисус мой добрый пастырь? И пока мы сидели в кабинете, доктор, одетый в белое, зашел к нам. Мы не видели его раньше. Он подошел к Джуди, положил руку ей на голову и сказал, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Доктор процитировал весь этот псалом. Иисус работает на личном уровне. Он знал, как сильно моя жена нуждалась в том, чтобы услышать эти знакомые слова. Когда Иисус говорит нам, «Я пастырь добрый», то имеет в виду, «Я с вами». Я ваш обеспечитель, ваш покой, ваш гид и защитник. Когда Он говорит, «Я ваш хозяин», Он имеет в виду, «Я ваш верный друг». «Я ваша жизнь». «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». «Я знаю твое имя». «Я отдал свою жизнь за тебя». «Ты мой». «Ничто не может вырвать тебя из моих сильных рук». «Я жду тебя за своим столом». Пусть этот псалом будет выгравирован на наших сердцах. Иисус – добрый пастырь, который полагает свою жизнь за вас. Он отождествил Себя с нами. Он принес Свою жизнь в качестве совершенной жертвы, чтобы ваши грехи были прощены, чтобы у вас была жизнь с избытком, чтобы вы сидели за Его столом вечно. Иисус говорит тем, кто никогда не отдавал Свою жизнь Ему, «Придите ко Мне». Он продолжает говорить это тем из нас, кто следует за Ним. «Придите ко Мне». Если вы никогда не говорили «да» на приглашение Иисуса, не приходили к Нему, я приглашаю вас помолиться со мной и сейчас. А если вы следуете за Иисусом, то я хочу помолиться с вами. Давайте же помолимся. В первую очередь, я помолюсь за тех, кто никогда не отдавал Своей жизни Иисусу. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты пригласил меня к Себе. Иисус, я грешник, и часто совершаю ошибки. Я иду своим путем. Я теряюсь как овца. И часто я нахожусь в замешательстве. Но Ты пригласил меня к Своему столу и предложил мне стать моим добрым пастырем. Я нуждаюсь в Твоей жизни. Ты предлагаешь жизнь в избытке. Иисус, я приглашаю Тебя прийти в мою жизнь. Измени меня изнутри. Я прошу, чтобы Твой Дух Святой направлял меня. Я нуждаюсь в водительстве, в защите, в заботе. Прости меня за мои грехи. Я принимаю Твою жертву на кресте за меня. Спасибо, что взял мои грехи на себя. Спасибо, Иисус, за Твою любовь ко мне. Я посвящаю себя Тебе. Дай мне сил следовать за Тобой, Духом Твоим. Я хочу жить ради Тебя, с Тобой вечно. Я молюсь во имя Иисуса. Продолжение следует... Продолжение следует...